Германия готовится избрать новый Бундестаг. Голосование начнется завтра в 8 утра, а уже в 6 вечера участки закроются и будут обнародованы первые данные экзитполов. Чего ждать от выборов в самой влиятельной стране ЕС и есть ли шанс у Мартина Шульца сместить Ангелу Меркель, расскажет Татьяна Лагунова. За день до голосования Германия в предвыборных плакатах. Кто только не хочет попасть в Бундестаг, в гонке участвует рекордное число партий 42. Среди претендентов есть даже партия Разума, Веганы и Седовласые. Но при таком, казалось бы, богатстве выбора реальные шансы пройти в немецкий парламент есть всего у шести политических сил. И исход голосования практически предрешен. Ангела Меркель накануне выборов лично угощает кофе с булочками сотрудников своего предвыборного штаба. Они поработали на славу. Завтра христианские демократы могут рассчитывать на 36-37% голосов избирателей. А это значит, Меркель с вероятностью 99,9% останется канцлером Германии на четвертый срок. Но тем не менее, она намерена бороться до конца за каждый голос еще не определившегося избирателя. Мы должны еще поговорить со многими людьми. Конечно, часто встречаешь избирателей, которые уже проголосовали по почте. И выборы для них позади. Но тем не менее, очень многие признаются, что и решат, за кого голосовать в последние минуты. За каждый голос борется и глава социал-демократов, бывший президент Европарламента Мартин Шульц. Хотя его шансы сместить Ангелу Меркель практически равны нулю. СДЭКи могут рассчитывать разве что на роль партнера христианских демократов в большой правящей коалиции. Либо возглавят оппозицию, если блок Меркель пойдет на союз с либералами и партией зеленых. Моя борьба не самоцель. Я не борюсь за результаты социологических исследований. Нет. Я борюсь за наши убеждения и принципы. За вас, людей нашей страны. Впрочем, и христианские, и социал-демократы на этих выборах агитируют не только за себя, но и против. Против партии, которая, согласно опросам, впервые пройдет в немецкий Бундестаг. Это правые популисты – альтернатива для Германии. Они требуют закрыть границы страны, отменить санкции против России, отказаться от евро и вернуть в оборот дойчмарку. Социологи прогнозируют, что альтернативщики могут набрать 11% голосов и станут первой правой партией, которая попадет в немецкий парламент после окончания Второй мировой войны.